В данном демо мы рассмотрим, что такое балансировщик нагрузки в WCA Cloud и как его можно настраивать. Для создания балансировщика нагрузки нам нужно перейти в вкладку «Балансировщики нагрузки». Здесь у нас имеется список уже созданных. Мы добавим свой собственный. Здесь мы указываем название нашего балансировщика, сеть, в которой будет подключен наш балансировщик. После создания ее не получится изменить. И также все инстансы, для которых нужна будет балансировка, они должны находиться в той же самой сети. Также указываем наше DNS имя и назначаем внешний IP-адрес. Это необязательная опция, так как у нас, например, может быть ситуация, когда стоит балансировщик, за которым стоят бэкэнд сервера. Бэкэнд сервера не должны смотреть во внешний мир. Обычно на этот балансировщик будут ходить фронты. А уже для фронтов нужен балансировщик с внешним IP. Здесь мы можем задать правила балансировки. Для моего практического примера я рассмотрю уже созданный балансировщик. Нам не обязательно указывать здесь правила балансировки сразу, мы можем просто запустить создание балансировщика. И дальше уже их после создания добавить. У меня уже есть заготовленный балансировщик. Load testing. Вся та же самая конфигурация, которую мы задавали при создании, всего лишь на одной странице. Просто сеть, имя, DNS имя, есть ли внешний IP или нет. Внешний IP-адрес, если он не назначен, его потом в случае надобности можно назначить через плавающие IP-адреса. Итак, у нас здесь показано, что по механизму плавающих IP-адресов внешний IP-транслежится во внутренний адрес балансировщика. Мы добавим дополнительные правила балансировки. В моем примере рассматриваются две виртуальные машины, на каждой из которых установлен Gnx. Gnx — это vk-cloud-smb, на которой, если выполнить curl-local-host, то есть мы вызываем HTTP-запрос на наш локальный адрес, мы получим ответ welcome to Gnx. Если мы выполним тот же самый запрос для другой виртуальной машины, то есть здесь я подключился к виртуальной машине load-balancing-2. Здесь мы отправим локальный хост, получаем ответ. Так, теперь мы указываем это в правилах балансировки. То есть мы указываем сначала наш instance, например, vk-cloud-smb. И здесь мы указываем протокол балансировки. То есть по какому порту у нас будет принимать наш балансировщик запросы. И здесь можно указать TCP, UDP, HTTP, HTTPS, то есть терминирование TLS-трафика также поддерживается. И протокол назначения, то есть по какому порту у нас будет отправлять запросы балансировщик, подключенные к нему инстансы. Дальше методы балансировки. Мы выберем round-robin, разрешенные диапазоны адресов, то есть разрешенный диапазонный cedar. Мы разрешим для всех диапазонов запросы. Дальше timeout-параметры. То есть у нас есть какой-то набор backend-серверов, либо просто серверов за балансировщиком, который в случае, если один из них выйдет из строя, то есть не получит ответ по таймауту балансировщик. Отправляются запросы о какой-то хардбит информации, что балансировщик видит, что backend-сервер работает. Если он не получает эту информацию, то он считает, что backend-сервер не работает. И, соответственно, меняет правила балансировки, чтобы уже работать с оставшимися серверами. Здесь мы указываем без, то есть у нас могут за балансировщиков стоять разные сервера с разной производительностью. И поэтому нам нужно равномерно между ними, в зависимости от возможностей, распределять эти запросы. У нас все сервера одинаковые, поэтому мы указываем везде 10. На самом деле, неважно, какую цифру здесь указывать, все равно они будут складываться и дальше по пропорциям вычисляться. То есть если мы укажем 10 и 10, то это половина запросов в один сервер, половина в другой. Дальше указываем load-balancing 2. И переходим на следующий шаг. Здесь у нас как раз-таки тип проверки, то есть по которому будут определяться, живы консерверы или нет. Мы укажем просто TCP. Балансировщик находится в состоянии обновления, то есть все эти правила применяются. Итак, у нас появилось новое правило балансировки. Теперь мы можем попробовать отправить запрос по нашему внешнему IP нашего балансировщика. Выполняем также URL. И получаем ответ от нашего балансировщика. Да, в нашем случае мы поменяли индекс страницы. То есть у нас есть какая-то индекс страницы, которая показывает нашу изначальную информацию. Здесь мы указываем наш load-balancer. То есть welcome to LB2. Чтобы их как-то различать. Сейчас у нас приходит ответ только от одного балансировщика. Мы от одного backend сервера добавим дополнительный. Для этого мы можем отректировать текущее правило. То есть добавить какой-то инстанс. Мы добавим дополнительный инстанс load-balancing 1. Пока у нас переконфигурируется, мы рассмотрим наш инстанс load-balancing. Также подключимся к нему PSH. Да, такое сообщение может возникать, когда у нас использовался механизм плавающих IP-адресов. То есть если Саша видит, что раньше этот адрес был назначен какому-то хосту, он чувствует, что что-то нечисто. Мы просто выполняем команду, удаляем запись об этом хосте. Так как мы знаем, что все в порядке, мы просто переиспользовали этот floating IP с хостом, все нормально. Так, здесь мы также проверяем, установлен для Nginx. Установим его. Перед этим нам сюда update. Установим наш Nginx. Для начала проверим, что сервер работает. Да, теперь отредактируем наш индекс-файл, то есть файл, который первым появляется у нас. Так, сделаем это с командой sudo. Здесь укажем welcome to another LP. Да, мы получаем такой ответ. Теперь посмотрим, прошла ли у нас переконфигурация нашего балансировщика. Да, все должно быть доступно. Теперь отправляем наш запрос. И получаем ответ welcome to another LP. То есть мы указывали правило round-robin, и, соответственно, у нас будут чередоваться запросы. Также мы добавляли дополнительный сервер до этого, WK Cloud SMB, но на нем не была донастроена сеть, поэтому он не попал в правила балансировки, и впоследствии, так как балансировщик будет получать от него тайм-аутов, или хардбитов, информацию о том, что он жив, он будет исключен из правил балансировки. В итоге в данном демо мы рассмотрели, как настраивать балансировщик нагрузки, как его создавать. Помним, что он должен быть в одной сети, что и бэкэнд сервера. Ему можно назначать внешний IP-адрес или не назначать, то есть использовать локальный балансировщик или внешний. А также стоит отметить, что балансировщик нагрузки используется во многих платформенных сервисах, WK Cloud, как, например, Postgres конфигурации кластера или Kubernetes для его ингресс-контроллера. Продолжение следует...